Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в мир после аирдропа Spark. XRP снова в сети. Снапшот завершён, и теперь вы можете торговать своими XRP снова. До конца года Spark станет доступен для торговли на бирже, которая первая объявила листинг этого токена. До конца года будет распределено 15% Spark, остальной объём будет распределён между участниками в первом и втором кварталах 2021 года. Позвольте я покажу вам некоторую статистику. Больше 21 миллиарда XRP были загружены на бирже в преддверии аирдропа Spark. Друзья, это около 20% всего предложения XRP. Это только показывает, насколько оптимистично настроено сообщество в отношении будущего Flare Networks и ценности токена Spark. Две недели назад я опубликовал видео, которое набрало 30 тысяч просмотров и 4 тысячи лайков. Это очень много. В нём я рассказал свои ожидания перед событием и поделился собственным планом. Я сказал, что собираюсь шортить Ripple. После публикации, однако, в душе я всё же ожидал роста. Смысл в том, что должно произойти то, чего никто не ожидает, а я опубликовал такую идею на достаточно большую аудиторию. Действуя по плану, который я обрисовал ещё две недели назад, я всё-таки зашортил XRP. Но не весь. Те токены, что я держу всегда, до сих пор остаются со мной. Так будет и впредь. Но теперь XRP находится в стадии аккумуляции, как я и говорил вчера. Он даже заходил ночью в красную зону покупки. Я ожидал, что он закроет гэп в 48 центов. Ну, почти. Друзья, каждый раз, когда я получаю фиат, я покупаю криптовалюту на 10% от этой суммы. Я не хочу фиат. Я хочу криптовалюту. То, что сейчас ничего не растёт, не означает, что так будет всегда. Я всё ещё убеждён, криптовалюту ждёт прекрасное будущее. Брайан Брукс говорит о приближающемся регулировании, которое не будет вредить криптовалютам, а наоборот. Всё это уже в разработке, и мы увидим результат через 6-8 недель. Европа говорит о том, что цифровые валюты – это неизбежность, вызванная спросом. Если вы спросите, что это время для этого, я бы сказал, что работа началась. Это, очевидно, в потребности. США готовят почву для принятия. И то, что сейчас криптовалюты не растут, не означает, что они не будут расти. Особенно трудно это понять новичкам. Кевин Кейдж в Твиттере пишет, «Эта паника смешна. Если у вас нет терпения и смелости, чтобы находиться в криптовалюте, лучше уходите. Она вырастет с нами или без нас». И я с ним полностью согласен. Мне присылает информацию, что токен Spark будет стоить 1 доллар. Просто послушайте это. Я ожидаю отличного будущего для XRP и Flare. Разные члены сообщества говорят о том, что токен Spark будет стоить 1 доллар. Я в это не верю. Но что я могу сказать вам, то, что токен Spark официально на CoinMarketCap. Spark уже здесь. Они говорят, что он будет стоить 1 доллар. Множество людей присылает мне письма об этом, но я не вижу в этом смысла. Spark будет стоить 1 доллар, а XRP около 60 центов? В этом нет смысла. Мы узнаем цену Spark, но не сейчас. Ребята, биржа Bit.ru обещает запустить торговлю с парками до конца этого года. На протяжении 2-3 недель мы уже будем знать, во сколько рынок оценит эти токены. Пока все отвлекались на Spark и ночной айрдроп, произошло нечто интересное. Некий намек на то, что вот-вот должно произойти. То, чего мы так долго ждем. Контролер денежного обращения США Брайан Брукс, Лестер Пирс из комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также Брент Макинташ из Министерства финансов Соединенных Штатов встретились, чтобы обсудить криптовалюты, блокчейн и эволюцию цифровых денег центральных банков. Здесь есть один нюанс. Как вы помните, Джей Клейтон в конце года покинет пост председателя комиссии по ценным бумагам и биржам США. Его место может занять Лестер Пирс. Она известна как криптомама за свою криптовалютную позицию. Мы также знаем, что Брайан Брукс не раз намекал на то, что Ripple XRP будет хорошим решением проблемы SWIFT. Учитывая, что регуляторная ясность обещает быть уже через 6 недель, все эти события не кажутся совпадением лично для меня. А что же Министерство финансов? Министр финансов Стив Мнучин у себя в Твиттере 7 декабря написал, «Получилась продуктивная встреча стран Большой Семерки. Мы обсудили эффективные действия против пандемического кризиса, а также стратегии экономического восстановления и криптовалюты». Какого лешего, спрашивается, в разгар кризиса здравоохранения, а они обсуждают криптовалюты? Зачем? Может, потому что мы находимся на грани финансовой катастрофы, и им нужна криптовалюта даже больше, чем нам? Им нужна регулятивная основа для их принятия, и они обещают ее уже через 6-8 недель. Они знают, что криптовалюты – это системно важный объект в центре новой финансовой системы. Будто бы звезда по имени Солнце в центре Солнечной системы. Вы понимаете, что это неизбежно, даже если не хотите этого понимать. Брайан Брукс находится ниже финансовой иерархии, чем Стив Мнучин, и он занимается регуляторной базой для криптовалюты. Неужели вы думаете, что это все не с руки Стивена Мнучина? Затем, после ежегодного собрания Международного валютного фонда, посвященного трансграничным платежам, председатель ФРС США Джером Пауэлл вдруг говорит, что государственно-частное партнерство – лучшее, что может быть. Хотя 10 лет подряд он был против таких партнерств. Вспомните, о чем они говорили, что национальная цифровая валюта – это партнерство государства и частного сектора, где правительство занимается вопросами регулирования, а частный сектор обеспечивает реализацию технологии. Джером Пауэлл 10 лет подряд отрицал это, но после встречи МВФ, посвященной трансграничным платежам, во время этого кризиса здравоохранения, он вдруг меняет свое мнение на кардинально противоположное. Государственно-частное партнерство нужны, говорит он. Вам не кажется, что мы сложили пазл? Посчитали дважды два. Банкам и компаниям разрешают и дают решения для хранения криптовалют. Разные институционалы входят в криптовалюты. Что происходит? Система намекает. Цифровые валюты системно важны для ее выживания и перерождения. В этом документе от Международного валютного фонда, в котором оценивается инфраструктура финансового рынка и рассматриваются инновационные технологии для стабильности этой инфраструктуры, упоминается Ripple. Множество раз упоминается. Я не думаю, что это совпадение. Ripple системно важен для перезагрузки финансовой системы. Именно поэтому они сейчас усиленно готовят почву. Кого вообще волнует рост на пару десятков центов на краткосроке? Мы можем увидеть рост на десятки долларов на долгосроке. Кого вообще волнуют эти десятки центов? Ребята, я готовлю большое видео по поводу того, как Ripple и Stellar будут запускать цифровой доллар. Надеюсь, я успею сделать его до завтра, поэтому обязательно поставьте лайк прямо сейчас. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков под этим видео, а также подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова